В школе-интернате номер 26, где обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи, капитальный ремонт не проводился с самого ее открытия. За 60 лет фасады помещения пришли в негодность. В этом году было принято решение полностью отремонтировать образовательные учреждения по федеральной программе, инициированной президентом России Владимиром Путином. Напомним, подрядчик зашел на объект в начале лета. Работы ремонтные и строительные идут сейчас полным ходом. Сейчас идут работы и на первом этаже, на втором этаже, рекреации, третий этаж, рекреации, санузлы. На четвертом этаже идут малярные работы спортивного и актового залов. За полтора месяца здесь обновили отмостку, завершили монтаж окон, электромонтажные работы в санузлах и столовой. Сейчас обустраивают крыльцо, фасад, кровлю. Внутри рабочие штукатурят стены, кладут плитку, шпаклюют стены. В коридорах трехэтажей приводят в порядок коммуникации в санузле и столовой. Началось облагоустройство территории. Вице-губернатор Ульяновской области Игорь Эдель посетил стройплощадку, чтобы проследить за ходом работы, качеством их выполнения. Ремонт контролируют не только администрации школы и органы власти, но и сами родители. Ребенок Оксаны Ильиной учится здесь с начальной школы и уже перешел в восьмой класс. Для мам и пап важно, чтобы их дети учились в комфортных и безопасных условиях. Поэтому раз в неделю родительский комитет школы приезжает проконтролировать качество и количество выполненных работ. Мы, как родители, также ведем контроль. Каждый понедельник собираемся. Очень хорошо, что все информации доступны, все строители, все бригады всегда идут нам на встречу, отвечают на любые вопросы. Самый основной вопрос сейчас, чтобы у нас все вовремя было выполнено, и дети с удовольствием пришли обвлечаться 1 сентября. Завершить работу подрядчик должен 15 августа, чтобы 1 сентября можно было порадовать детей обновленными кабинетами и зарядить их на плодотворную работу. Однако у родителей администрации школы появились опасения, что подрядчик не сможет уложиться в установленные сроки. Здание большое и нетиповое, рабочих на объекте не хватает. А работы еще много, нужно ускоряться. Для нас важно, чтобы а. качественно и б. в срок эти ремонты были выполнены. Сегодня подрядчик уверил всех присутствующих в том, что это будет именно так. Количество специалистов, которые проводят ремонт, будет увеличено. Всего к новому учебному году по федеральной программе капитального ремонта образовательных учреждений подготовят 6 школ Ульяновской области. Помимо капремонта здания обновят материально-техническую базу, закупят учебную литературу и новое оборудование. В план включены также антитеррористические мероприятия с заменой ограждений.